Дожить в полуразрушенном доме до 2020 года. Такой срок, по словам жильцов дома на Северное-2, им дали в мэрии Якутска. Половина квартир в аварийном доме пустуют. Люди не смогли вынести условий проживания. А оставшиеся каждый день живут в страхе оказаться под завалами собственного же дома. Сыргалана Захарова продолжит. В этой квартире страшно находиться. Стены отходят друг от друга, потолки свисают, провисают. Ходить по ней вообще невозможно. И такая ситуация, как рассказывает бывшая жительница этой квартиры, начиналась еще в 90-х годах. 20 лет назад Екатерина Кузнецова вместе с детьми была вынуждена бежать из своей же квартиры. Каждый шаг соседей сверху наводил страх на жительницу. В любой момент семья рисковала оказаться под завалами. В данный момент второй этаж должен рухнуть. Дети здесь действительно, посмотрите, это все грибки. Это стены стоят с 98-го года. Вот эта вот стена у нас. Как она пошла, пошла. Это вот сейчас мы буквально, вот сейчас она если выйдет, второй этаж, вот на грани срыва просто. Дом все время подтапливает отталами, это дождевыми водами. Уровень в квартирах, как рассказал старожилдом Альберт Тарасов, достигал 20 сантиметров. И в этом случае в подъезд через входную дверь не выйти. Приходится перелезать через окно. А проблемы начались с 90-х годов, когда близлежащие дворы начали застраиваться. Старая деревяшка оказалась с четырех сторон окружена новостройками. Все воды начали стекать в самое низкое место. Как результат – быстрый износ дома. Примечательно, что еще в 2008 году Сахатранснефтегаз, который застраивал 142-й квартал, должен был расселить этот дом вместе с другими по Бестужево-Марлинского. Один дробь 10 и один дробь 11. Последние, как и планировали, были снесены. А вот Северной 2 повезло меньше. Мы были, мягко говоря, удивлены состоянием данного дома. Населения, которые там проживают, они живут как на пороховой кучке. Потому что мало того, что затапливает дом, еще и вся система центрального отопления, вся инженерная коммуникация находится в страшном состоянии, скажем так. Аварийным дом признали только в 2014 году, так как он находился до тех пор на балансе Ленского государственного бассейнового управления. Однако отметим, что компания еще в 2011 году пыталась передать здание муниципалитету. Но он, в свою очередь, отказался его принимать. Причина – большой износ дома. Добиться передачи получилось только спустя три года. Этот дом у нас признан аварийным только в 2014 году. И он уже включен в реестр домов, которые будут в будущей программе. И при формировании следующей программы переселения он обязательно будет учтен. Пока дома открещивались, его состояние с каждым годом ухудшалось. Последней каплей терпения жителей стала новость о том, что в плане на расселение они стоят только в 2020 году. А сможет ли выстоять дом эти три года – неизвестно. Сарголана Захарова, Илья Жараев, НВК «Саха», Якутск.